Так, теперь смотрите, у нас есть с вами StartGame, вот у нас тут StartInUpPurchase, здесь у нас просто текст, предлагаю здесь создать метод, пусть он будет называться у нас RequestPurchase, как он будет так, и мы его сразу реализуем после метода After. Так, это у нас func, сам метод, ничего не принимает, ничего не возвращает, что у нас здесь он будет делать, он будет просто посылать нотификации, notification to purchase, это мы делаем, так, purchase, это мы делаем будем реализовывать уже в GameViewController, да, берем notification, центр, Так, Default, и будем, вот сюда, Post делать, Post, сюда мы передадим, какой у нас будет метод, который мы реализуем, пусть он будет, а пусть будет так же называться, без разницы, Request, Purchase, New. Так, давайте я сбилдю, чтобы он у меня поругался тут, потому что я не люблю вот это вот заполнять, потому что у меня автоматом это делает, окей. Итак, теперь возвращаемся в GameViewController, нам необходимо вот этот метод реализовать. Также нам необходимо нотификацию взять, сюда мы должны передать RequestPurchase, установим, отлично. Теперь спустимся в самый конец, наверное, где-то, ну, давайте перед Restore сделаем метод этот, он ничего не принимает, ничего не возвращает. Итак, что у нас, за что у нас будет отвечать за? Так, он будет у нас делать запросы на покупку, давайте я напишу Requesting Purchase. Вот, значит, проверяем, если, так, если SK, так, если SK Payment Queue, у него есть такой метод, как CanMakePayments, он возвращает у нас булл, тогда нам надо будет взять переменную, давайте создадим переменную, назову ее Products Request. Это у нас будет SK уже Products Request. Универсий инициализатор ProductIdentiverse. И, смотрите, мы сюда, он сюда принимает set стрингов. Вот это вот важная такая будет у нас константа, мы ее будем указывать в iTunes Connect. Точнее, вы будете указывать ее в iTunes Connect, когда будете регистрировать приложение на покупку. Поэтому мы, давайте запишем такую константу. Unlock. Так, Unlock она будет называться, пусть all. Product. Не знаю, id. Вот. Отлично. Так, и после этого нам надо запустить вот эту Product Request. Name. Так. Здесь же массив стрингов должен быть. Вот так вот. Так, у него есть метод. Так, у меня тут куча ошибок уже вылезло. Давайте. Значит, нам необходимо его сначала подписать на Delegate. Self. Теперь реализуем вот этот Unlock All Product. Давайте скопируем его. Перейдите в константы. Это у нас App Settings. Это у нас будет Led наша вот эта. И назовем ее как-нибудь Unlock All Bottles. Вот так мы ее назовем. Вернитесь сюда. Так, теперь. Ладно, на Delegate мы с вами подписались. Еще раз в Build, чтобы точно уже ошибок не было. Окей, вроде нормально все. Берем снова наш Product Request и вызываем у него метод Start. Окей. А иначе мы должны показать пользователю сообщение. Если у нас не получилось ShowAlert. Так, ну, чтобы показать ему. Давайте я напишу Parental Control например Parental Control are Preventing Rechase or other error. В общем, какие-то у нас пусть будут ошибки. И вот здесь как раз мы значение True передадим. Так, что у нас не хватает. Это мы сделали. Delegate подписали. Отлично. Так, теперь необходимо реализовать Delegate вот этого протокола. То есть, sk-products-wequest-delegate. Где мы будем это делать? Предлагаю после метода payment-queue. Пишем, значит, есть там у него такой метод как products-wequest от what did receive. Окей. Он у нас будет find the product requested. Итак, поехали. так, значит, у нас есть так, у нас есть так, у нас есть response-request давайте создадим переменную valid. Например, назову product product valid пусть это у нас будет sk sk-product и значение new по умолчанию он будет у нас содержать. теперь нам необходимо еще одну переменную я назову count, например значит нам взять надо response запрос наш у него есть свойство products и вызовем count подсчитаем количество продуктов и давайте сразу ее canto приведем чтобы у нас count был точнее нет и теперь сделаем проверку если count у нас больше нуля тогда мы что делаем берем наш valid valid product и вызываем у него отдаем ему response так response products по индексу 0 окей после этого нам необходимо этот valid product подать в метод который будет у нас запускать транзакцию то есть payment transaction делать давайте наверное это мы будем делать в отдельном методе я тогда просто напишу purchase так у нас будет например метод называться который мы будем передавать нашу valid product окей так а иначе а иначе если так а иначе если у нас наш valid product равен new тогда мы показываем пользователю show show alert какое сообщение будем показывать n error например with purchase так purchasing the bottle пусть будет за occurred так и будет это у нас ошибка и для себя мы просто напечатаем что нет продуктов но products так но products available то есть нет доступных продуктов available ok вот у нас такой вот один делегат и еще один метод реализуем точнее метод делегата это у нас будет payment вот payment quest restore completed transition вот этот если у нас restore покупок давайте пробежимся по вот этому q я назову for for transaction in берем вот эту переменную q отлично так вот и у нее есть свойство transactions ok и теперь мы надо по состоянию вот этой транзакции пробежаться и какое возьмем состояние если у нас transaction state равен restored ну тут просто мы тогда что делаем вот это вот это вот это вот это все делаем сюда передаем selfunlocal bottles q default finish transaction и делаем break отлично и так у нас с вами надо еще реализовать метод ключей скопируем предлагаю его где-нибудь после шоу алерта сделать fung purchase нам будем передавать наш продукт так продукт это у нас будет ск продукт окей ничего не будет возвращать здесь мы будем как раз запускать payment так payment transaction значит нам потребуется что ск берем значит ск payment q называем default add observer передаем self отлично снова берем ск payment так payment q default и add payment так надо сюда payment передать давайте создадим этот payment payment значит let payment это у нас будет ск так класс ск payment и у него есть инициализатор product продукт это вот это отдаем это мы отдаем сюда отлично давайте сбилдим чтобы у нас ошибок не было так так ну по идее все это вот все что касаемо in purchase так вот у нас пошли ошибки давайте мы это дело исправим так тут war purchase valid да надо здесь сделать unwrap так так тут нормально так finish transaction так вот тут у меня видите здесь я неправильно назвал вот так вот response valid products давайте еще раз билдим чтобы ошибок точно уже не было так transaction вот так вот еще раз билдим отлично извините ребята за ошибки без них никуда опечатываюсь там бывает так ну вот в принципе все давайте запустим итак запустилась наше приложение давайте нажмем так я остановлю немножко странно творится давайте посмотрим на notification так здесь это должно так быть request purchase вот так вот все давайте снова запустим посмотрим забыл поменять итак запустилась наше приложение давайте проверим нажимаем кнопку покупки так старт и на purchase пошел так и вот он нам выдал an error with purchasing bottle occurred и давайте нажмем также на restore button видите он пишет no product available вот видите он тут пишет создать новый apple id или использовать текущий дело в том что на айфоне на симуляторе на симуляторах это не работает у меня под рукой к сожалению реального устройства нету если бы даже было бы реального устройства я бы все равно вам не смог показать дело в том что у меня там проблема с сертификатом app developer вот поэтому я даже не смогу вам зарегистрировать это эту покупку но вы не переживайте я вам подробную инструкцию оставлю как это самостоятельно сделать вы найдете в конце видео статью где все это будет реализовано в виде пунктов подробно также я вам оставлю источники откуда я брал информацию и так на этом я урок закончил всем спасибо за внимание пока пока